Смотрите, какая спелая кака. Видите? Офигеть. И это уже не соседская. Ее нужно в холодильник, и она потом становится сладкой из холодильника. А так, если сорвать, она, ну, когда я пробовал, может быть, это нет, потому что я соседскую пробовал, а это своя уже. Ну, там, где я работаю, да? И она, может быть, уже сладкая. Сейчас сорвать не буду, потому что я сегодня уже ел, она была из холодильника. Эта же просто через холодильник прошла, охлажденная. Вот. Вкусная, сладкая, не вяжет рот абсолютно. А у соседа она более крупная, крупная, ну, наполовину где-то больше, а здесь помельче и сладкая. Смотрите, какая спелая кака. Вау. Сейчас сорву я, которая не лопнула, вот эту вот. Вау, блин. Она, блин, знаете, она прям давится, продавливается ее. Невозможно сорвать одной рукой. Она уже, я ее раздавил, лопнула. Видите? Нет, это вообще рот не вяжет. Сладющая, блин. Просто не холодная. Холодная, прикольная. Блин, офигенно сладкая. Каки называется. Каки. Я называю ее кака. Это неправильно, конечно, склонять. По идее иностранные названия даже по правилам русского языка не склоняются. Но я скажу кака. Вот ее только так есть. Он там, шершень даже засел на нее, по-моему, здоровый. Но это не осаах. Охуенно здоровый. Я не буду его тревожить, еще. Уебет, блин. Итак, ем, короче. Выбираю мякоть просто-напросто. Никак иначе. После чего руки надо мыть, короче. Я уже поел порядком. Вот, смотрите, сколько здесь еще. Но я уже так не стал переедать. Объесться невозможно, наверное, потому что это все-таки фрукт. И причем полезный. Я имею виду, прям-прям-прям переесть ее невозможно. Когда какого-то предела, ты понимаешь, что уже хватит. Потому что она очень такая чувствуется, что она очень витаминизированная. Прям. И сладкий-сладкий.